Друзья, дамы и господа, мы продолжаем танцевальную тематику. И у нас здесь в гостях танцоры, представители танцевально-спортивного клуба «Феникс» в клубе «Кулуаскат» и Самойлова Кристина. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, знаем вы то, что вы занимали различные места. Колоссальное количество наград, мы видим здесь. Да, такое, что у нас тут много наград. Давайте расскажите, какими танцами вы занимаетесь, начнем с этого, со скольки лет, и вот про ваши вот эти все награды. Вот, я занимаюсь танцами всего лишь три года. Я пришла на танцы в 11 лет, и мы занимаемся бальными и спортивными танцами. А вы? Я про бальные танцы добавлять не буду, то, что занимаюсь я с 12 лет, это с 4 класса, по-моему. Ну, если посчитать, это 5 или 6 год точно, я помню. Ну, а вот почему именно танцы, вот мне хочется узнать, именно такие танцы? Ну, у нас есть в Майфке клуб, и мы когда пришли туда, ну, я когда пришла туда, я увидела, как танцуют, вот, он еще с другой партнершей стоял, как танцуют. Мне очень понравилось, я заинтересовалась этим, и вот решила прийти. То есть проходят различные мероприятия, типа концертные концерты, ну, вот, и посещаем, и посещая всего это, иногда вот можно такое узнать. Ну, и вернемся мы к наградам, это еще не все, между прочим, это уточнение для наших зрителей. Ну, я вот хочу, например, показать, у нас тут есть дипломы первой степени, ну, это две одинаковых, но с разными именами, ясное дело, вот это ваше первое место. Покажу сейчас следующую, есть еще грамота, вот такая вот, это тоже занятие первое место, да, я так понимаю. И вот их вот тут огромное количество, это, знаете, это еще не все, которые мы вытащили, которые мы вам предоставили телезрителям, и вот, я так понимаю, это самая последняя награда. Да, это с Казахстана. Да, вот, давайте расскажите поподробнее вот именно об этой награде, что было, как проходил конкурс. Мы поехали в Тарас, там проходило соревнование, и вот мы заняли там третье место. Сколько всего было участников в этом конкурсе? Пару, много было, достаточно. То есть это был полноценный международный конкурс, и из многих стран люди приезжали и участвовали. Для нас это очень хороший результат. Как проходила подготовка, расскажите об этом. Ну, тяжело, конечно, по 12, по 10 часов в день иногда тренироваться. А как же школа? Школа, это, скорее всего, ну, сейчас каникулы, конечно, в данное время сейчас полегче, а до этого после школы обычно. То есть не прогуливали прям? Ну, старались, по крайней мере. А успевали сделаться уроки, как реагировали? Я думаю, преподаватели поддерживали, да, потому что это честь страны, честь школы. Это был первый международный ваш конкурс, или вы ездили еще куда-то? Наш совместный, да, международный конкурс совместный, да. То есть мы недавно в пару стали, то есть полгода назад где-то. А вот, кстати, об этом как формируются пары? Вот говорят, у вас до этого была другая партнерша. По какому признаку вообще совмещают вас? А, ну, совмещают, как сказать, ну, вот танцуют, например, два человека, танцуют, танцуют и смотрят, например, возрастная категория, подходит, подходит, по росту подходит, ну, чтобы один невысокий, один не слишком маленький. Ну, и так, примерно так накидывают варианты и по мастерству танцевания и так далее. То есть один из партнеров всегда должен быть более мастеровитым или они должны быть примерно одного уровня? Ну, желательно примерно одного уровня, но это не, как сказать, ну... Не критично. Да, не так. Ну, и теперь мой вопрос. А вы сразу поладили? Ну, мы и раньше знакомы были. А, вы до этого были знакомы? До того, как вы танцевали, как я понимаю. Да. Ну, да, ну, мы в одной школе учимся. А, ну, тогда у вас, конечно, отношения сложились и складываются. То есть разногласия вообще не возникало? И вы быстро друг к другу привыкли? Ну, да. Ну, да. Ну, давайте поговорим вот о других наградах. Вообще, в каких конкурсах вы уже успели принять участие? Мы, так понимаем, их огромное количество. Ну, возможно, самые запоминающие. Давайте сначала разграничим, какие международные еще конкурсы были в вашей уже карьере, так скажем. Так, ну, поскольку мы в пару недавно стали, ну, совместных наград пока мало, но в ближайшее время… Что касается индивидуальных. Да, а если индивидуально считать, то есть уже были несколько там международных соревнований в Алмате, как… Ну, в Алмате тут международные соревнования проходят у нас. Ну, вот в остальном, как сказать, добавить нечего. Вы каждый год принимаете участие? Каждый год по несколько раз обычно. Ну, а вот есть такое соревнование, которое само вот вам запало в душу, запомнилось? Ну, я думаю, это, наверное, 2018 или какой-то другой. Да. Расскажите о нем поподробнее. Вот у меня это было первое соревнование за границей, мне очень понравилось, там было много пар, ну, была атмосфера классная, не передать ощущения. А вы вот, естественно, себя сравнивали, да, наверное, с другими. Как вы можете описать свой уровень? Ну, мы вот недавно танцуем, мы очень хорошо даже смотрелись с остальными парами. Они были намного старше нас. То есть вы хорошо оцениваете свое выступление на этом турнире? Да. Ну, то есть для нашей возрастной категории, если нам по 16 и 14 лет, то есть и с нами соревновались пары, которым по 22, по 23 года, это не очень, конечно, это, как сказать, по возрастной категории нечестно, но все же достойно держались. Ну, зато это для вас такая хорошая, очень слойный уровень. А какой сегодня для нас танец вы подготовили? Который танцевали вот последний, выиграли с ним или другой? Так, в танцевальной программе есть десятка танцев, то есть одна десятка танцев, пятерка по стандарту и пятерка по латине. Ну, мы приготовили один танец по латине, самбо называется. Почему именно этот танец? Ну, который в душе запал. То есть вам обоим одинаковый один и тот же танец запал в душу? Да. Ну, просим вас тогда пройти на сцену, мы вас представим, воспользуемся Сочи. Итак, у нас в гостях танцоры, победители множества соревнований. А Кулбекулу Аскат и Самойлова Кристина, а прямо сейчас они будут танцевать специально для наших зрителей. Да, и кроме этого, я думаю, что всегда приятно смотреть на каких-то чемпионов. Мы уже видели, множество наград лежит у нас тут. И у нас не просто танцуют какие-то любители, а люди, которые уже в свои 14-16 лет успели завоевать призовые места. Поэтому давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok